ну хайся когда я уставшая мой внутренний ребенок просто все уже сейчас я буду чавкать нет и зевать и что там еще делать оттягиваться и тупить вот потом еще начать она нет мне просто нужно сейчас структурировать немножко хорошо вчера когда протягивали руки и брали друг друга за руки и стояли вот так вот та теория которой я придерживаюсь почему мы выбираем такой травмирующий для себя опыт это спросили в одессе кажется почему мы выбираем да вот такие капитальные травмы так что просто вот вообще лайки потом разнос и все остальное нервная система когда сталкивается вот в этом одном большом организме на когда мы держим друг друга за руки и мы взаимодействуем нервными системами когда мы очень сильно себя не понимаем не уважаем и хотим себя сами переделать какие-то свои части там запихнуть куда-нибудь доместоса выпить что все очистить вот то когда мы видим какое-то несовершенство отражено свое несовершенство да то что мы в себе типа не можем принять в другом человеке мы к нему подходим уже с таким капитальным намерением залить ему в рот доместоса и побольше и подходим думая как бы ему это преподнести так чтобы он сам захотел так вот нервную систему не обманешь она очень прекрасно все чувствует и поэтому когда нам сложно да и приближается другой человек и сзади у него доместос а он еще улыбается и говорит тяжело тебе солнышко да чем тебе помочь любимая моя то нервная система понимает это она это чувствует считывает она закрывается то есть доверия нету нету доверия нету взаимообмена сигналами от одной нервной системы к другой вот так вот напрямую в реальности то есть нету обмена опытом и как бы вроде как и хочешь помочь да да и по-своему помочь хочешь так чтоб потом всем было хорошо да если не не орально так анально вот и фишка в том что на данный момент настолько много психологических травм но в нашем обществе из которых очень сложно выходить самому и когда мы держим друг друга за руки а потом у кого-то там доместос да вот тот у кого доместос вокруг него люди сразу опускают руки не говорит не 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 даже не думай да а если их берут его за руки то нервная система закрывается привет да там я тебя обниму я тебя люблю я тебе забочусь а сам все думаю как бы тебя сделать лучше я ж тебя люблю и невозможно обменяться опытом даже если вы преодолели какую-то стрессовую ситуацию вышли из нее но у вас есть какая-нибудь еще одна стрессовая ситуация которую вы не уважаете в себе не понимаете ее ценности то обмен опытом тормозится капитально если представить что 6 плана миллиардов людей на планете начинают уважать себя свой опыт понимать что мы выбираем стрессовую травмирующую ситуацию для того чтобы выйдя из нее подойти протянув руки не пытаться исправить залить доместос или отрезать руки и ноги там не знаю там сделать операцию пластическую по увеличению груди или по изменению вида уха то тогда нервная система этого человека она открыта полностью и она буквально передает опыт как выйти из стрессовой ситуации этот человек может ничего не объяснять вы просто можете с ним поздороваться или посидеть рядом с ним до или просто пообщаться встретиться и пойти себе дальше но при взаимодействии с человеком который уважает свой опыт который ценит тот путь который он прошел от травмы к исцелению и делится этим он уже не хочет исправить все что он хочет это просто раскрыться и сиять до пониманием того как из этого выйти и что из этого можно выйти просто и и естественно к такому человеку начинают примагничиваться те у кого вот такая травма только для того чтобы нервная система могла считать без этих барьеров то есть он не хочет никого исправить и поэтому нервные системы начинают тянуться к нему для того чтобы напрямую считать пойти начать применять и тоже выйти из этой травмы то есть таким образом каждый из нас когда принимает определенный по контракту травму выходит из нее он становится открытым маяком который говорит это вильна касса да здесь уже пройдено вот не хочу никого исправить хочу поделиться берите кому надо и чем больше нас таких становится тем большее количество людей начинает подниматься осознавать и исцеляться изнутри сами потому что эти люди не пытаются исправить не пытаются залить доместос они просто направляют внимание внутрь этого человека говорят вот ты можешь себя уважать да ты можешь признать свою боль да она есть это первый шаг и ты можешь двигаться дальше если захочешь посмотри я поднялся да значит и ты можешь хотя бы вот так это большой момент потому что когда находишься в тотальной жопе и не видишь никого кто из этого вышел то становится очень как это сера депрессивно начинаешь думать о теплом уютном жилище на два метра под землей да безвыходно когда есть кто-то кто говорит из этого можно выйти вот я вышла из этого можно выйти то есть вот реальный опыт да да не сбежать а именно через понимание выйти а этот от травмы до исцеления это очень глобальный до телесный психоэмоциональный ментальный все задействующий духовный процесс и когда вы выходите из этого у вас появляется очень простая коротко глубокая изящная формула в нервной системе которая постоянно транслируется в пространство постоянно не знаю кто сталкивался с этим моментом когда вы что-то понимаете у вас меняется жизнь потом случаем случайно на улице к вам притягиваются люди у которых похожая ситуация не просто вам изливают душу например до игры ты а ты пишу о блин есть такое да вот да и когда вы можете услышать с полной своей безнадежности вот эти фразы да я тебя понимаю твоя боль настоящая обычно близкий чё говорят да забей ты да хватит переживать да это все неважно живи и радуйся но других посмотри да какой нормальный человек в полной боли будет жить сможет жить и радоваться прямо сейчас гвозди забить вот в пальцы да и рассказать живи и радуйся это его кредо это его кредо откуда ты знаешь каким методом он радовался наркоман он просто курил травку он просто курил травку и причем это была души лады 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 я не в этом не в курсе и и очень важный этот момент когда другой человек которого ты не знаешь проявлять к тебе некий вид сотрудничества он говорит я понимаю и начинает озвучивать своими фразами твой опыт ты сидишь и офигеваешь а это мои это у меня внутри вот потому что стресс определенная травма определенная боль все время она все звучит одинаково поэтому выбирая с определенный стресс проходится выставляется у кого вот так вот звучит вот решение приходите собирайте не проблема бесплатно без домесоса народ думает бесплатно там точно где-то домесос да точно бесплатно только домесос да стопудово вот и моя теория как бы в том что мы приходим сюда и выбираем такие опыты для того чтобы подняться помочь друг другу подняться чтобы этим огромным скопом встать да и двигаться дальше и этот момент что даже когда мы еще не вышли на уровень исцеления у нас есть возможность все равно протягивают друг другу руки и говорит я тоже вообще в такой хренотени ну давай просто будем поддерживать связь да как бы не сдавайся и вот я тоже в такой же жопе давайте вместе вместе веселее типа одна голова хорошо а две лучше на найдем выход вместе вот и поэтому можно к своей боли относиться совсем под другим углом на нее смотреть как тот опыт благодаря которому вы можете помочь всем нам помогая себе да мы помогаем обществу вместе человечеству понимать себя вы понимаете себя вы можете помочь другому понять себя значит мы можем быстрее двигаться быстрее встать из этой боли из непонимания и первый шаг здесь это признать что боль существует она есть она настоящая когда ты это признаешь ты можешь с этим работать пока ты как-либо ее обесцениваешь и говоришь у меня стабильная психика у меня все нормально у меня все хорошо что бы ни было я всегда выдержу хорошо отлично великолепно а теперь можно озвучить что есть боль если стабильная психика то все нормально ты можешь озвучить что боль есть и она вот такая и она от этого и она реально большая и начинают течь слезы и все нормально когда можно посмотреть на свою боль с фокуса трансформации чтобы помогать друг другу тогда энтузиазма может быть больше мотивация другая не просто выйти из этой жопы и хоть как-то жить дальше а выйдя из этой жопы я смогу ну хоть не подзаработать на ней но хоть привлечь внимание вот я вышла из жопы вот таким методом из вот этого закоулка и стою одна возле нее ну фишка в том что когда вы исцеляетесь то люди сразу начинают примагничиваться с этим вообще проблем нету не нужно выходить и говорить я это сделала нервная система начинает звенеть а начинает звенеть и люди притягиваются а да те у которых которые с этой травмой еще не справились такие же как ты ранен да такие же как ты не научил а делишься опытом научить и поделиться опытом они проработаны тоже очень в большом количестве да потому что можно еще проще еще более мощно сделать этот опыт да этот взаимообмен невероятно важен поэтому доверие и близость друг между другом это ключ да искренность и открытость поэтому нежность это реально огромнейшая сила когда не боишься проявлять нежность ты показываешь что у тебя нету в руках доместоса и там тоже нету доместоса да ты просто показываешь я тоже такой как вы да вот и разница только в том что я вышел а а вы выходите да и и что как бы пообщались обменялись опытом и дальше поддерживаем эту общую взаимосвязь коммуникацию о том что мы одно огромнейшее большое существо о том что мы живые и каждый из вас живой если есть боль то необходимо просто признаться себе да она есть записать себе да там на бумажке у меня есть боль потому что можно забыть через 15 минут да искать у меня все хорошо у меня есть боль не помню да ну знаешь пишешь и признаешь о себе так хорошо да у меня есть боль тут раздается мобильный телефон да берешь и тебя спрашивают как у тебя дела у меня все хорошо что читаешь с бумаги у меня есть боль могу принести грубо потеряешь извините мы мы обратимся к другому и наоборот у кого есть опыт выхода из этого да у меня у меня у меня есть боль в руке вот притика не у меня и к чему следующая тема 4 способа построения реальности а в том что первый способ самый энергозатрачиваемый самым низким кпд это когда есть боль и ты говоришь что создал реальность в которой есть эта боль вернешь ты в ней участвуешь и вот так сейчас я запуталась погодите секунду то там-то 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 там ладно первый способ создания реальности из чувства несправедливости сопровождается такими маркерами как обида претензии обвинение раздражительность различные виды агрессии гнев злость возмущение негодование обида обвинения претензии чувство несправедливости чувство несправедливости здесь самый главный маркер это главный маркер первого способа это чувство несправедливости в эту ловушку очень хорошо попадаются начинающие эмпаты которые смотрят на мир чувствуют общую боль и очень резко реагирует на все где видят несправедливость и по этой причине часто закрываются от этого всего ощущения от ощущения более тонких других людей потому что очень большая боль поднимается по моменту несправедливости несправедливо обидели не знаю там а ну насилие над животными да это самая большая тема смотришь и эта боль внутри тебя убивает тебя потому что убивает чувство несправедливости почему до здоровые лбы с нежными живыми созданиями поступают так как они хотят как будто это просто существа у которых нет души нету сознания просто вот они бегают и можно с ними делать все что угодно и это боль внутри она разъедает не потому что это кошка это кошка которую там не знаю что то с ней сделали голову отрезали там кишки испороли не потому что кошка испытывала эту боль а в первую очередь потому что внутренний ребенок раненый заперт в подвале и резонирует эта боль просто по моменту что когда вы испытываете как импат чужую боль вы очень четко понимаете увеличивая чужую боль своей болью удваивая ее помощь не получится исцелить не получится можно только усилить это такие ситуации когда вам тяжело вам плохо да у вас не знаю там сильный стресс чуть ли не суицидальность и рядом с вами близкий человек и вы начинаете ему говорить о своей воле о том что вот вы больше жить не хотите и потом приходится через пять минут все силы свои мобилизировать чтобы отпаивать того кто вам пытался помочь потому что ему уже не в моготу теперь у него стресс и он говорит пожалуйста не надо не убивайся и теперь короче вы пытаетесь помочь этому человеку да за свою боль вы уже забываете так вот когда есть рана есть боль если сделать такую же рану себе тарана не заживет да никому легче не станет и когда это понимаешь то рождается очень глубинное ощущение что при столкновении с этой болью которая до этого чувствовалась как несправедливость и эта боль буквально изнутри резала как кислота проедала осознаешь что через понимание почему так происходит какая боль у этих людей что они так делают через понимание начинает струится нежность из сердца из нервной системы по направлению туда и к жертве и к тем кто это делает и это является лучшим лекарством чем когда вы убиваете себя этой болью не понимая что дело не не в справедливости а в том что мы все вместе создаем целый тоннель реальности и сейчас многие из нас идут на такие компромиссы что необходимо очень много нежности источать для того чтобы стабилизировать пространство вокруг так вот на первом уровне постоянно идет борьба за справедливость за что там за справедливость когда хочешь сделать мир лучше когда хочешь всем помочь без спроса конечно это это так подразумевается ясно что все хотят помощь сейчас я пойду всем помогу быстренько быстренько да а вот когда я знаю как лучше неизбежное добро и вот здесь вот человек отстраивает реальность через непонимание своих чувств и эмоций своих своей боли и страхов то есть первый уровень отстраивания реальности когда вы говорите не я создал это это не моя ответственность чья угодно но не моя я бы такого не создал я не хочу такого в своей жизни это несправедливо что вообще такое происходит и я вот этим сталкиваюсь само ядро первого способа не я создаю пространство собственной жизни не я не я сейчас этого правлю у меня бы сейчас сильное намерение да у моего не я сейчас будет сильное намерение и она все поправит так это уже не того ну да может быть и вот здесь отстраивается реальность от этого ядра не я не я не я ответственность не на мне то есть в этой структуре целостно изначально когда я говорю что это не я создала этот кусок реальности представьте я беру кусочек из своего поля да и бросаю туда кто я считаю несет ответственность за то что я проживаю такую жопу у меня здесь течь я наполняюсь потоком постоянно да а здесь протекает когда таких вот моментов очень много есть похожее состояние ситуация обычно ваше состояние ровно и только то есть без сильных энергозатрат когда очень много таких течи да когда много ответственности на мире снаружи ли на высшей силе этот прикол да я не кончил ну значит на то воля божья да не судьба не стала не судьба да быть может высшее я говорит о том что мне нужно там пойти на тот путь по-разному это проявляется по-разному но чтобы увидеть абсурдность таких моментов просто можно переносить эту логику на самые базовые телесные процессы дефекации на мочеиспускание сексуального желания голода и моментально начинаешь видеть абсурдность своей логики как бы очень часто бывает стоишь на остановке не пришел автобус ну значит не судьба пойду пешком идешь там 8 остановок пешком приходишь уставший на каблуках ноги болят ты начинаешь жаловаться а ты уже идешь ты уже не успеваешь ты уже все девушка ушла на это какая несправедливость и она приходит домой она уставшая все это ужас какой-то можно было подождать ну даже просто такой момент абсурда да можно было подождать следующего автобуса и вот здесь когда ты говоришь в интернете все это знают хочется писать и начинается я забыл о том что я хочу пописать это прокачанная тема кто не знаком с этой темы не знакомо да 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 заметка называется самый целеустремленный человек который хочет в туалет то есть по этому поводу есть хокку такой японская ну вроде конечно на хокку что сбрасывая одежду стремлюсь я в пусты сколько стремлений в свободе в обычном дерьме ну да вот по сути вот так вот и и здесь отстраивается отстраивающаяся реальность это обычно настолько серьезные ситуации в которых человек выбирает реагировать обидами возмущением негодованием раздражением претензиями и обвинениями только просто потому что он переносит ответственность на что-либо снаружи и он буквально говорит это не я это ты и поэтому начинается негодование как ты мог как ты мог так со мной поступить возмущение что вообще происходит ну естественное раздражение меня это бесит да это всем знакомо особенно те кто живут с родителями и чтобы выходить из такого уровня создания реальности обычно человек доходит до уже крайней точке когда невыносимо больно когда очень сильно невыносимо больно от этих всех обид депрессии да и вот когда много ответственности наружу и много дырок да и весь этот поток который в вас входит и который поднимается изнутри он вытекает вот туда куда она все течет и обычно состояние просто ровно и потому что радость это большая энергозатрата эмоции гармоничной до радости нежность я молчу за торжество до за трепет это вообще сильно энергозатраты потому что нужно включить сердце на полную а куда и при этом моменте если на вас находит вдохновение да вам повезет то она очень быстро заканчивается главное успеть нарисовать картину нарисовали картину например вложили потому что пока ты концентрируешься она еще не вытекает не успевает вытечь все суда а идет по моменту концентрации и это энергию то есть творческие люди очень хорошо за этот за этот счет выживают чем больше как-то муж вокруг меня да тем чаще испытываю вдохновение тем больше приток энергии несмотря на весь перенос ответственности я проживаю однако каждый раз когда я заканчиваю картину или муза перестает меня вдохновлять не начинается депрессия апатия я начинаю бухать и ищу новую музу до до творческий человек потому что это классный момент постоянно быть наполнен чувствую еще очень сильно хорошо и вот здесь вот когда у вас постоянно есть набор энергии вы можете творить и не так сильно ощущается депрессия то в любом случае какой-то момент вселенная говорит ну ладно как бы пора принять ответственность за свою жизнь да и эти музыку от одеваются то есть ты ходишь смотришь на девушек и они тебя как бы вот раньше вдохновляли сейчас ничего нет не вдохновляет полностью ничего не вдохновляет очень сильное недовольство внутри и позовет возмущение блин как же получить энергию чтобы можно было порадоваться хоть чуть-чуть да и вот здесь вот второй уровень спу второй способ это обучение это когда вы начинаете предполагать что фокус ответственности за создание вашей реальности такие кажется на вас лежит страшное предположение но может оказаться правдой вот чтобы перейти на вторую ступень это можно сделать либо осознанно будучи уведомленным о том да точно что это все присутствует либо когда этой боли так много так много и так невыносимые суицид уже просто стоит целую неделю нервно курит игре давай быстрее давай быстрее что-то тупишь да и здесь плюс этой способности да то вот здесь вот и работает первый ключ признание что у вас есть боль да мне больно мне адски невыносимо больно у меня обида на вот это я хочу убить вот того то и это все просто разрывает меня на части я больше так жить не могу я просто не могу так больше жить в этот момент обычно вселенная подкатывает вам какого-нибудь тела который горит можно жить иначе или вы находите книжку в автобусе как-то талия даже везде сейчас и вы таки то ну ну ладно все равно ехать два с половиной часа почитаю открываете здесь у вас есть возможность выбора вернуться обратно или пойти дальше а это очень сильно как бы дискомфортное состояние когда необходимо сказать да эту жопу создал я и продолжаю создавать и мне это нравится потому что у меня есть много разных моментов выгоды когда я не принимаю ответственность за свою реальность на себя потому что когда кто-то другой виноваты такое сладкое чувство фух да ну как бы за что а больше облегчение это 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 не ко мне он слабо и вот здесь вот именно перенасыщаемость безысходностью чувством полной беспомощности безысходности и невыносимости является катализатором когда вы начинаете в этой жуткой истерике в попытке себя убить либо если вы религиозный вопрошать наверх да за что боже за что-то наверно карма не такая спасибо мне спасибо за то что вот так происходит сейчас научусь это любить но в какой-то момент вы признаете что так жить больше не выносимо не то что вы не хотите так жить вы тупо не можете так больше жить это уже невыносимо нервной системой а до выгорание и здесь у вас есть момент выбора . выбора вернуться обратно и это многолюдный заселённый пункт до тихо и уютно и недорого знаешь ли очень даже дорого если тебя близкие хоронят для некоторых очень даже дорого не если просто притащить и закопать то нормально здесь вот момент выбора признать свою боль и просто сказать я не знаю что происходит я не знаю как я это создаю я не знаю что я делаю не так что происходит вот так иногда не хватает осознанности чтобы спросить да как я это создаю обычно просто говоришь я не знаю что я делаю не так я уже и вот это и вот это и вот это как это и огненка зарезал и жертву принес и молюсь каждый день да и лап уже крепкий и и жена довольна и теща довольна я не знаю что я делаю не так у великий аллах то то есть когда вы готовы признаться хоть на миллиметр что в этом всем таки есть толика ваша ответственность и хоть чуть-чуть тут слен такая ну наконец-то из чемоданами заходит вашу жизнь да 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 однако у вас всегда есть свобода воли выпилить вселенную в любой момент не забываем отказаться можно в любой момент и можно не заметить как вы это делаете однако маркеры очень сильные радовались 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 лёгкость радость вас депрессия невыносимость ооо где-то я это уже проживал точно кто-то выехал а либо я сам взял чемодан и съехал вселенную из своей квартиры то есть буквально вычеркнул вселенную из уравнения собственной реальности собственной жизни и на первом способе вы буквально все время живете в зеркалах до в этих отражениях разговариваете сами собой но вы не в курсе что вы разговариваете сами собой просто потому что вы твердо уверены что дело не в вас и потом когда от этой жуткой невыносимости вы признаете свою боль вы делаете шаг сферу в которой ничего не понимаете пока что вы говорите хорошо я хочу понять да я я уже готов слушать у меня уже столько там гвоздей в заднице я готов слушать и вот здесь вот переходит самый такой насыщенный момент самый насыщенный уровень обучения где вы начинаете сталкиваться с тем как научиться понимать научиться понимать что я чувствую почему я это чувствую почему я это говорю почему мне хочется об этом думать почему иногда у меня проявляются вспышки агрессии или раздражение или почему как нормальные люди я не испытываю постоянного счастья или почему когда я смотрю там не знаю на соседку с пятого этажа у меня постоянно зависть злости мне хочется ее прибить вы начинаете задумываться то есть когда вы начинаете задумываться это хороший показатель что вы идете в сторону второго способа создания реальности потому что там базовая способность задумываться и не просто думать почему же так происходит о боже а в моменте задавать себе очень каверзные вопросы с разных сторон такие например как когда вы смотрите на котенка и ничего не чувствуете тупо котенок как котенок да и тут задать каверзный вопрос а почему я не испытываю котенку нежности то есть задавать себе не только вопросы почему я это испытываю почему я этого не испытываю да почему я просыпаюсь утром я просто ну обычный почему я не испытываю радости это же утро да это же солнце это же восход птички поют они тупо бесит конечно да особенно когда ложится в четыре утра просыпаешься они поют и думаешь да задавайте себе очень каверзные вопросы почему меня это бесит это самый простой вопрос а тогда почему меня не бесит когда ко мне неуважительно обращаются когда вернее со мной неуважительно обращаются почему меня это как это не напрягает да не задевает почему когда со мной обращаются например с ненавистью или с презрением когда как с тряпкой со мной обращаются почему меня это не напрягает почему я не задумываюсь о том какое качество взаимоотношений взаимодействие я хочу с людьми почему я об этом не задумываюсь то есть на втором способе создание реальности очень важный инструмент это менять точку сборки по вопросам прямо вот ну не знаю как буквально наизнанку этой реальности вот так и 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 буквально а если бы я уже умерла то если бы я посмотрел на себя со стороны сейчас чтобы я себе сказала самые каверзные вопросы они приветствуются и дают самые очень глубинные ответы которые вас удивят например вы видите дядя вася с парадный он выходит пьяный и идете а можно спросить себя сушки а что я думаю дяди васи а что о нем думать жлоб и жлобом и вы начинаете видеть свое отношение к этому человеку вы начинаете это слышать особенно если вы вслух это говорите да а когда вы не хотите этого слышать средной приходится дядю васю подталкивать прямо близко к вам для того чтобы он мог подышать на вас перегаром что-нибудь сказать толкнуть и вы четко понимаете будет лачу таком не подошло вот именно момент задавания себе самых каверзных вопросов самых разных грани являются ключом на втором способе построения реальности потому что здесь когда вы начинаете обучаться отстраивать не то что отстраивать осознавать ответственность как вы это делаете то есть оно так как в школе до этого были ясли и детский сад и можно было срать на пороге все было нормально вытирали попку орали ложились спать и все хорошо то в школе это неприемлемо то есть нормально но надо прятать да а и либо на страти на фриван туда прокатает и вот здесь вот на втором уровне создания реальности вы обучаетесь распознавать перенос ответственности очень четко потому что до третьего уровня необходимо все эти пробоины да откуда вытекает энергия залатать то есть взять ответственность и куда пошло от моего 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 потому что третий уровень это творчество творчество возможно когда вы наполнены и из вас не вытекает долговременное творчество без постоянного наркотического поиска музы возможно когда из вас уже ничего не вытекает хотя бы процентов на 80 до это ваша энергия вот она не растекается и вы все время можете черпать из себя потенциал и выражать это и то есть в идеале на третьем уровне ты уже полностью психо эмоционально целостное существо то есть на уровне эмоций и чувств ты уже четко несешь ответственность за свое настроение за определение почему я так чувствую хочу ли я сейчас на данный момент это эти чувства испытывать и проживать если нет тогда почему я их сейчас испытываю проживаю по какой причине поскольку силой воли взять и свою депрессию до не знаю там растворить опять же в той же банке до месяца не получится только вызовется еще больше сопротивления если взять депрессию под этим радоваться написано генерировать радость сейчас я буду генерировать то что ты показал это не радость не просто смотришь на то что я испытываю почему да какую выгоду я себе в этом ищу господь бог знали это у тебя есть твоя личная выгода можете не просит ну корми себя дальше то я тебе разрешаю так вернемся в этих чувствах значит я ищу какую-то выгоду да да естественно конечно же но это я вернусь к поэтому когда буду сейчас 2 уровень расписывать я просто объясняю что на третьем уровне психоэмоционально вы уже целостной то есть вы полностью несете ответственность за психоэмоциональное пространство чувства эмоции это то чем вы рисуете картину своей реальности здесь вы уже мастер тогда вы переходите на 3 уровень потому что будучи полностью психоэмоционально наполненными вас вас это насыщает когда когда хочется творить когда у вас идет переизбыток чувства эмоций да вы вдохновлены вы буквально воспламенены и это невозможность держать в себе находится естественным образом моментально понимание как я хочу это выразить в чем и сразу же в голове и идея и образ и приходят инструменты и материалы вот сиди и делай и вы полностью поглощены этим процессом вы горите это третий уровень для этого необходимо чтобы пробоин не было чтобы полностью вся энергосистема горела пламенем необходимо чтобы пробоин уже не было иначе после этого творчества через пару часов наступает депрессняк как показатель того что ответственность где-то еще за вот это снаружи четвертый уровень это уже служение когда вы полностью выражаете себя как индивидуальную личность как часть социума через творчество свой опыт синтез когда вы себя на третьем уровне полностью выражаете вы приходите к четкому пониманию что единственное что вы теперь можете делать это 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 быть этим огнем то есть на третьем уровне существует буквально голод и потребность выражать 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 если вы не выражаете у вас начинается депрессия апатия как при этом сперма токсикозе начинается жуткое раздражение на всех людей что они вам не дают выражать вот они вам мешают время забирают хотя сами вы не сидите не выражаете и вот здесь вот на третьем уровне это потребность выразить и когда вы 3 3 когда потребность выразить это 3 и когда вы полностью ее восполняете то есть вы буквально выражаете выражаете синтез своего опыта в очень простую грациозную огненную форму и и пускаете это в мир дальше вы начинаете двигаться на четвертую ступень это служение и эволюция и и и там настолько бессмысленно сама потребность выражения становится потому что единственным смыслом является проживание духа проживание единого огня и больше ничего не имеет значения больше ни в чем не видишь смысл потому что дух начинаешь видеть пламенеющим во всем и это не тот момент что когда вы сидите в баре и болтаете о всякой херне вернее ваши друзья болтают о всякой херне а у вас пламенеет дух да и вы говорите ой блин ну чё это они опять об этом что же такое это показатель на компромисс на компромисс того что если уж вы этим пламенеете да и когда вы это цените то и окружение у вас соответствующее те которые ценят этот дух для того чтобы усиливать в геометрической прогрессии эту вибрацию первый и второй уровень это психоэмоциональный план третий и четвертый это психофизический мне необходимо то есть я сейчас вступаю на четвертый уровень то есть у меня сейчас начинается служение психофизический по моим предположениям заканчивается трансформации тело то есть психоэмоциональный это полная ответственность за свои эмоции чувства психофизически это полная ответственность за качество материи своего плотного тела точно так же как ответственность за чувства и эмоций в конце 2 уровня на 3 уже становится очевидной и нормальной естественной то так же само в конце четвертого уровня естественным и нормальным становится управление качеством плотности своей материи. Ну вот это сейчас я к этому иду. Поэтому про четвертый уровень я очень мало буду говорить, и больше про второй, про обучение. И вот сам момент, когда есть такая одна фишка прикольная, когда вы находитесь на первом способе создания реальности, когда у вас превалируют обиды, или эти обиды хотя бы еще есть. То есть если есть обиды, и вы при этом очень много творите, не обманывайте себя, что вы на третьем уровне. Значит, есть наркотический приход энергии, за счет чего-то вы все время снова и снова вдохновляетесь. Если есть еще обиды, это показатель только первого уровня. Чувство несправедливости, чувство обиды и состояние обвинения — это признаки четкие первого уровня. Иногда мы читаем о настройках четвертого уровня служения, и мы пытаемся имитировать четвертый уровень. Это такие зефирные намасте, я вас всех уважаю и люблю. Это маска улыбки, нежности и уважения на лице. Только тронь идеал и готовы убить. Андрюша сделал такой опыт с Кришнаевиками, я так сказал. Попел с ними баджины, вышел, сказал, что все хорошо, ребята, вселенская любовь замечательная. Пошли вы все... Стой, 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 капель мой, да? Мы любовь рассказывали, часа три, наверное. Нахуй послал, что-то пошло. Надо, говорю, любить все, ребята. Я-то круто. Нормально сделал, молодец. А не взглянули на брата. То есть это и построение иллюзии четвертого уровня. Да, но там очень четко проявляется сразу первый. Чем сильнее вы, будучи на первом, пытаетесь имитировать четвертый, тем очень точечно и быстро вас выбрасывает на первый в виде раздражения и недовольства. Знаете, какого? Огромнейшего возмущения. Я столько добра делаю, а они, блин, нищера не ценят. Вот. Это вот как сайбабисты у нас, они служение делают. Бомжей кормят, собираются, раз в неделю или в день, когда в неделю кормят, готовят еду, там, скидывают, все. Что-то светлых лиц там нет. И вот здесь вот, то есть можно пытаться имитировать четвертый уровень и очень даже эффективно, скрывая от всех окружающих ваше раздражение, недовольство и возмущение, но в какой-то момент Вселенная сделает для вас это очевидным. И для вас, для всех окружающих это уже будет становиться очевидным. Роботик говорит, как-то, я добрый, да, я нежный, и я о всех забочусь. Начинаем копать. Нет, еще в конце надо добавлять возражения. Да, мой папа говорил, я прав или... Нет, как он говорил, я прав или прав или прав. Вот. Я прав или да? Или кто прав, я или я? Да, и на первом уровне механизмы направлены на то, чтобы лишать свободы выбора и лишать свободы права иметь этот выбор вообще. И еще очень важный момент на первом уровне, я, кажется, сегодня или вчера о нем говорила, интроверты разрушают себя, экстраверты разрушают близких окружающих людей. Симбиотики разрушают все вместе, да? То есть... Молодцы. А? Молодцы. То есть, уже можно точно сказать, что я экстраверт. Да. Сто процентной уверенности. А что в этом и сомнения? Нет, ну как-то тоже есть. И здесь вот происходит диалог в нервной системе с мирозданием. Нервная система не обманывается насчет того, что мы единое целое, один большой организм. Но на первом уровне создания реальности идет четкое отрицание того, что мы один живой организм. Есть я, кто прав, и есть все остальные, кто козлы. И всегда можно найти доказательства тому, что они козлы, а я прав. Просто потому, что мне не важны ваши доводы. Я чувствую свою правоту, и этого мне хватает. И вот здесь вот происходит диалог нервной системы с мирозданием. То есть, когда еще в детстве мы выбираем момент переноса ответственности, когда что-то происходит, например, мама отталкивает, да? Или ты зовешь маму еще в утробе. То есть, у Антона Вилкина, вот он вспомнил такой момент, когда он в утробе у мамы, как он из дома входит в утробу, как дом закрывается, это ощущение безопасности уходит, и как он пытается звать маму, а мама на байдарке плывет с друзьями и веселится, и она его не слышит. У него начинается протест. Он говорит, типа, вы отказались, да? Мама меня не слышит. Я сам, я сам все сделаю. Я сам все выстрою, выживу. Он говорит, единственный вид спорта парный, это одностольный теннис, и то не всегда. То есть, вот оно четкое проявление. Я сам, я сам, я сам. И вот здесь вот нежная система будет разговаривать со Вселенной. Если экстраверт и разрушает близких людей, то это примерно такой диалог. А так как перенос ответственности идет за выбор закрыться и быть самому, вместо того, чтобы попросить о сотрудничестве, да, или хотя бы понять, что происходит и чего мне вообще делать, потому что там в утробе очень четко все осознается и ощущается, как идет перенос ответственности на Вселенную, то и разговор с ней идет в виде первого уровня претензий, обвинений, возмущений и негодования. Это несправедливо, то, что ты сделала. Давай, исправляй. И начинается разрушение людей, близких. И это диалог. То есть, это часть тебя, да. Они тебе так важны и ценные, да. Ты их любишь, конечно же. Ну так вот, я их буду разрушать до тех пор, пока ты не исправишь ситуацию, пока ты не поймешь, что ты была не права. И сделаешь так, как хочу, чтобы был. То есть, так, как я хочу. То есть, тут просто заглушена память и контракт, как сказано, да, и поэтому вот это противление. То есть, я буду разрушать ихние ценности, а это самое важное. Я буду разрушать ихнюю связь с тобой до тех пор, пока ты не исправишь ситуацию, пока ты не признаешь, что ты была не права. Сделаешь так, как хочу я. Я прав или прав или прав. И здесь у экстравертов разрушение направлено на высшие ценности, чтобы разрушить чувствование нервной системы единого организма. То есть, на компромисс идешь со своей высшей ценностью, здесь вот перекрываются, дверь закрывается, ты меньше чувствуешь вселенную. Здесь пошел на компромисс, практически уже не чувствуешь планету. Здесь пошел на компромисс, даже свое тело нормально не ощущаешь. Есть люди, которые говорят, как резиновое тело, да? Особенно, если утром просыпаешься. Если просыпаешься. У тебя очень вдохновенные сегодня и позитивные высказывания. У экстравертов идет такой же диалог, только меняется цель. У интровертов, да. Сейчас у интровертов принимается роль жертвы. Я беспомощное существо. То есть, во всей той ситуации я ничего не могла сделать. То есть, ты видела, что я беспомощная, да? Я ничего не могу сделать. И ты знала, что я ничего не могу сделать. И ты так со мной поступила. Я буду разрушать себя до тех пор, пока ты не исправишь ситуацию. Неужели ты не понимаешь, что я в той ситуации была маленькая, слабая, тупо неосознанная и беспомощная? И здесь, при выборе позиции жертвы, идет запрет на радость, на нежность, на благодарность. Благодарность может ощущаться с отвращением. С чувством стыда, как защитные механизмы, чтобы не испытывать этого, поскольку я же выбираю быть жертвой. А если я начну радоваться, уже идет капитальное признание того, что вот я несу ответственность за эту эмоцию, да. Я ее могу выбрать, значит, я могу выбрать и все остальное. А для того, чтобы от Вселенной получить то, что я хочу, мне необходимо тотально сбросить с себя абсолютно всю ответственность, чтобы сесть и покажать, посмотри, я ни за что не несу ответственность, это ты управляешь моей жизнью, давай отстраивай, только так, чтобы я был счастлив. И тогда человек все время живет в депрессии, в чувстве вины, в жалости к себе, апатия, суицидальность. И как бы он не пытался выйти из этого, и как бы он не кричал, я хочу, я хочу, я начинаю работать, да, вот, вот, я даже это вот увидел, я это осознаю, я это понимаю, как работает. Но я не применяю это. Потому что если я начну это применять, я четко покажу, я несу ответственность за свою реальность. То есть я могу выбрать это применять. И поэтому здесь можно узнавать себя. То есть если вы очень много знаете, и знаете, как это работает, но сами это в своей жизни не применяете, и не делаете свою жизнь более радостной и легкой, спрашиваем у себя, и чего от вселенной мы ждем сейчас. То есть здесь очень как раз в моменте интровертов есть вот эта вот дыра никому не нужности. Это, это позиция. То есть я лишу себя всего. Без нежности, нежная система затухает. Без радости, это все просто гаснет. Без чувства благодарности, ненависть выжигает все внутри. То есть можно не очень-то разрушать себя наркотой там и чем-то еще. Просто перекрывается радость, нежность и благодарность. Я молчу за осознанность, да. И тело начинает медленно умирать изнутри. Вот и все. Оно стухает. Оно выключается. А потом она говорит, извини, я так больше работать не буду. То есть я не могу так. Я дышать не могу. И не хватает единой энергии. Не хватает воздуха, единой энергии. Вдох-выдох. Вхолостую. Как будто угарным газом дышишь. И умирает. То есть это вот очень четкий момент первого уровня. Разрушение. Либо себя, либо других, либо все вместе. Как манипуляции, да. Маленькое дополнение. Внешний яд, такие как алкоголь, наркотики, что-то еще, это проявление внутреннего яда. Как раз о чем ты говоришь. Это яркий пример. Это интроверты, которые просто еще выбирают дополнительные средства уничтожения. Скорее от процесса. Ага. Дистровый. Окей, надо вот это добавлять. То я больше про эмоции говорю. Ну, просто опять же, брать спокойненько алкоголик был, как бы, четко, внятно прослеживался. А как раз вот то, что ты говоришь, пренатальная травма, которая есть. Мама пыталась делать аборт, тогда аборты не делали, выкидывали, сидела в ванной в горячей. Она чуть не умерла от лист. Да, кстати, вот насчет этого момента еще адреналинщики, которые пытаются как бы это... С пуримонисткой? Да. Случайно пустить в расход свое тело. Зато с кайфом. Этот момент, то есть выйти на предел. Искусственно. Да, выйти капитально на предел, где уже можно буквально орать вселенной. Смотри, я ничего не контролирую. да 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 вот это из этих гениальная осознанность не знаю почему в привычку входит великая она сидит рядом нервно курит и жрет печеньки да и вот на втором уровне на втором уровне когда у вас уже до невыносимость боли вы говорите хорошо предположим я творец этой реальности да и все тоже посоздал я хотя бы на секундочку это предположим отлично еще делать дальше отслеживать слепые пятна и перенос ответственности то есть запреты и перенос ответственности в корне это компромиссы с высшими ценностями в любом случае и так перенос ответственности он его главное ядро базируется на том что вот у меня есть моя природа да мои чувства и эмоции пока они еще не были искажены запретами и зажимами то есть радость легкость умиротворение безмятежность нежность трепет торжество триумф благодарность блаженство экстаз в чего там еще и я могу свободно выражать эти эти состояния да есть память меня самоощущение самопроживание себя да в данном случае как звездный путник ангел и у меня есть свобода выбора выражать это открыто говорить об этом и действовать из этих самоощущений потому что я могу говорить об этом а действовать как обычная личность тогда я получаю очень сильное отражение моментально и вот здесь вот уровень осознания предусматривает уровень бытия человек который в осознанке живет пытается жить обычной жизнью да не появляя себя получает геморрой ну да но то не полная осознанка да 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 и вот здесь он переносит ответственность на реакции других за то чтобы вся его жизнь строилась от его внутренних самоощущений ядро переноса ответственности всегда сопряжено с моментом выражение себя выражение то что вы чувствуете то кем вы себя чувствуете то во что вы верите то о чем вы мечтаете снаружи мы получаем обычно обесценивание усмеивание сарказм или манипуляции будешь делать это я тебя убью все работала с девочкой где мама ей так говорила будешь делать я тебя убью то есть буквально до момента выжить отказаться от этого выражения чтобы выжить и перенос ответственности он связан с самовыражением и это всегда лежит на печеньках на ком-либо снаружи с теория печенек это такой волшебно веселый метод для того чтобы можно было очень четко понимать что вот здесь перенос ответственности например я не говорю об этом потому что ты скорее всего опять обидишься и не дашь мне секса то можно подставить вместо человека снаружи слова печенька то есть я об этом не говорю потому что печенька обидится это не даст мне секса начинаешь как минимум смеяться до или улыбаться или понимаешь абсурдность этого момента но опять же внимание эта теория печенек не для того чтобы искать все великая печенька можно расслабиться а в том моменте что просто и легко распознавать а вот здесь вот не на мне ответственность вот здесь не на мне ответственность вот здесь не на мне ответственность при этом делать это не трагически драматически серьезным видом а поржать еще с этого да ну есть прикольное печенье вода вот он когда он так как посмотрит я сразу я зажимаюсь закрываюсь и думаю сейчас это скажу или подойду его обниму это печенька как даст мне в рожу то хотя бы это озвучивая вы начинаете понимать абсурдность этого потому что когда озвучиваешь типа вот мой муж вот когда к нему подойдут а такая серьезность это такая драма что к этому еще всему это все настолько углубляется и уже ты забываешь о том моменте что ты ищешь просто перенос ответственности тебя накрывают чувства эмоции а ты пока не можешь нормально в этом плавать знаешь ли печенька для некоторых это очень даже родной человек кого будут искать в милиции сегодня завтра все через 48 часов а ты в курсе дом наслаждение все знают где много печенек да так и вот здесь смотрим перенос ответственности завязан на выражении того что вы чувствуете во что верите чем мечтаете кем себя сама ощущаете что помните и связано прямую с ключом искренности искренность к себе искренность к миру вот самовыражение здесь также важный момент что вот этот искренность самовыражение в моей интерпретации не подразумевая что если сейчас я хочу тебя убить я пошел и убил и у меня искренность я этим горжусь а в том моменте что когда вы испытываете агрессивное состояние то необходимо направлять благодарность намением с намерением понять почему сейчас я испытываю эти агрессивное состояние и тогда при коммуникации с близкими людьми можно хотя бы это озвучить то есть не не общаться с близкими людьми с момента сейчас вот я это чувствую да но я этого не озвучиваю я уже общаюсь из момента раздражения злость он меня бесит или она меня просто задрала и я уже общаюсь из этого состояния но не уведомляю партнера о том что я проживаю чувствую с партнер думают у меня все нормально и вот вот я такой на самом деле вот всегда да когда я могу сказать понимаешь сейчас я испытываю жуткое раздражение на тебя я понимаю что дело не в тебе сейчас я не слышу себя то есть агрессия в разных проявлениях она просто такой маячок когда сейчас тело пока что а ну да 10 часов когда чем было нет я помню про коммуникацию агрессия агрессия любой вид агрессии обиды недовольства депрессия злость возмущение и так далее и тому подобное раздражение гнев это всего лишь маячок вашего тела крик вашей нервной системы о том что сейчас вы не хотите слышать себя то есть сейчас вы не хотите направить внутрь себя внимание быть предельно искренне по отношению к самим себе и чем более сильно вы не хотите тем более яростнее агрессия как крик и не создавая то тоннель реальности нахер не надо и вот если мы не хотим этого слышать и не понимаем как это работает тогда испытывая раздражение агрессию мы реально направляем это на печенька до другого живого человека который рядом со мной четко не усваивая что дело не в человеке который рядом со мной дело в том что я себя не слышу и не понимаю на данный момент и видимо этому очень сильно сопротивляюсь да и вот здесь вот перенос ответственности он всегда исходит из компромисса из компромисса с ценностью с одной из главных ценностей быть тотально искренним по отношению к себе и к миру то есть быть в постоянной тотальной коммуникации со своим телом со своим внутренним миром и с миром снаружи с одним большим живым огромным телом то есть по сути одно из ядер это компромисс с искренностью к себе или другим людям когда мы не искренне к себе это уже потеря уважения к себе то есть мы не ценим то что мы чувствуем не хотим это слышать не понимаем что тело с нами разговаривает что сейчас она нам рассказывает о том какую жопу мы сейчас создаем и как это мы делаем то есть ваше тело прекрасно все знает и понимает она вам расскажет как вы это делаете как вы создаете почему чего вы хотите о чем вы мечтаете какое ваше предназначение только в том моменте когда вы уважаете свое тело и понимаете что это живое существо нежное когда вы хотите слышать когда вы хотите слышать и понимать вот но самое ядро компромисса по моим исследованиям на данный момент это когда я пытаюсь предположить что не я создаю реальность своей жизни хоть на секундочку хоть на миллиметр ну а вдруг это не зеркальная комната вдруг вселенная вчера буханула сегодня нам не отыгрывается ну вот на секундочку мамочка может это все вот но это не моя ответственность может ли такое быть хоть на 0 0 0 0 1 процент что 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 существует великая вселенская несправедливость в этом мире так вот так вот это вообще ядро компромисса самого-самого компромисса в целом и дальше от компромисса с искренностью до от компромисса с того что вы создаете свою реальность идет перенос и куча переноса в ответственности если посмотреть на свою жизнь и по выписывать где я не выражаю себя искренне где не выражаю себя искренне где даже не искренно по отношению к самой себе то выписывая эти пункты например я не говорю то что думаю потому что там папа подумать или среагирует вот так вот я вру тому то потому что вот это я не танцую дома потому что вот это иногда я иду по улице и мне хочется киза там подпрыгнуть и улыбнуться я этого не делаю потому что люди как посмотрят все это можно выписать и увидеть одно глобальное ядро я отказываюсь выражать свою истинную природу когда вы очень долго отказываетесь выражать свою истинную природу вы очень сильно прекращаете ее чувствовать потому что вы буквально говорите не нужно не нужно не нужно не нужно не нужно не нужно и все это не нужно со 100 процентов вы стухаете на там 12 максимум 5 процентов и иногда во времена сильного вдохновения или озарения вы чувствуете 25 и вы думаете вау это был один раз в моей жизни это было просто невероятно как же еще раз этого добиться и вот от этого соцветия переноса ответственности которая проявляется его можно спокойно вычислять с помощью теории печенек да что я не выражаю себя искренне по каким-то разным причинам снаружи по чужим реакциям кто-то что-то сказал кто-то что-то сделал в ответ на мое самовыражение или эти люди что телепаты я только подумала сказать и он уже прямо на меня смотрит так я ничего не хочу говорить по нему видно как он отреагирует все эти мелочи необходимо осознавать видеть вычислять типа я бы хотела но не могу по вот таким причинам я бы очень хотела это выражать но не могу по вот таким причинам дальше идет соцветие запретов то есть когда уже перенос ответственности как-то сказать когда это уже не помогает просто говорить себе что я не могу не могу выражать себя потому что кто-то как-то отреагирует то я начинаю себе запрещать это очень четко то есть когда я вижу что я чувствую постоянно что я хочу это выразить да но я не могу это выразить потому что кто-то как-то реагирует из близких но я продолжаю это ощущать и куда мне это засунуть и вот когда я ощущаю но не выражаю начинается невыносимая боль внутри и человек выбирает запретить себе это чувствовать потому что если это не чувствовать не хочется это выражать а значит можно спокойно нормально дальше жить в той стрессовой ситуации которая вокруг меня образовывается то есть когда просто перенос ответственности не работает его уже мало когда эта боль внутри вас переполняют чувства которые вы не хотите отказываетесь выражать то есть перенос ответственности это отказ выражать а слепые пятна это запреты запреты чувствовать запреты это выражать запреты что-либо делать и говорить но по факту запреты иметь потребность что-либо проживать самой глубине иметь потребность проживать единство иметь потребность проживать радость иметь потребность проживать нежность если я не имею потребности проживать нежность. Я ее не проживаю. Я даже не парюсь о том, что я не испытываю нежности. Потому что у меня нету потребности к этому. И у меня не включается тревога, что что-то не так. Невыносимой боли нету. Однако она скапливается в теле от этих запретов. И когда вы переходите на третий уровень, на психофизический план, вот тут вся эта боль начинает подниматься. Тогда у вас есть психоэмоциональная целостность, и вы реально понимаете, что необходимо делать. Тогда вы можете быть партнером своему телу, и все это понять, исцелить и двигаться дальше. Запреты. Когда я себе что-либо запрещаю чувствовать, и вижу, что другой человек спокойно это чувствует и выражает меня, это бесит. Меня это до такой степени бесит, что иногда я замечаю, что мне хочется дать ему в морду. Мне хочется закрыть его где-нибудь в подвале и сказать, заткнись, хватит! Так нельзя! Так нельзя мне! Ему можно! То есть, когда вы смотрите на мир, вы можете выписать, что вас раздражает, что вас бесит, к чему вы испытываете возмущение. Еще проще, если это не работает, и вы говорите, у меня все хорошо, я весь мир люблю и обожаю. Можете выписать, что вы запрещаете себе, что вам запрещали родители, что вы запрещаете родителям, и что вы запрещаете другим людям. То есть, себе, когда вам запрещали родители, когда... вы запрещаете родителям, и когда вы запрещаете другим людям, или эти другие люди запрещают вам. И где вы соглашаетесь с этими запретами? Где вы с этими запретами согласились, и теперь так и живете с ними? И опять здесь вы можете найти одно общее ядро всех этих запретов. Испытывать какое-то состояние, потому что если эти чувства наполнят вас, они пробьют невыносимой болью весь ваш отказ выражать, весь перенос ответственности. Вы окажетесь очень сильно в невыносимой боли на первом уровне, четко понимая, эта боль меня убивает, я так больше не могу, я чувствую, я хочу выражать, я не вижу смысла, я не вижу, не чувствую мотивации жить, если я это не выражаю. Вот эти вот слепые пятна, перенос ответственности, компромиссы с собой очень легко обнаруживаются и выравниваются через искренность. Есть одна простая формула, она начинается на вас и заканчивается на вас. Когда вы испытываете, я называю это 4 театральных жеста на первом уровне, первое – это атака, обида, возмущение, обвинение, претензии, негодование, злость, раздражение. Второе – это защита, чувство вины, то есть полный момент, я беспомощна, я слабая, ничего не могу сделать, депрессия, чувство вины, апатия, суицидальность, нежелание вообще что-либо делать, потеря мотивации. Третий момент – это когда вы начинаете давать советы и учить без спроса. Вас никто не просит, и вы не спрашиваете разрешения, вы не спрашиваете, надо ли это, вы просто начинаете говорить, потому что вы знаете, я прав, ему это надо. Третий момент – когда мы начинаем учить жизни и давать советы без спроса. Четвертый момент – это игнорирование, когда вы говорите, да мне пофигу, но как-то вы очень неравнодушно это говорите. Или когда в более эзотерическо-философском направлении, я вас всех очень люблю, только идите подальше, пожалуйста. Я вас очень так люблю, люди, поэтому я так часто выезжаю в лес, где вас нету. Ведем в Индию. Да, разговаривают на твоих руках, а кто тебя не видит. Точно. Уже, да. Когда вы показываете, типа, я вас уважаю, я вас понимаю, я вас принимаю таким, какие вы есть, а теперь идите и живите своей жизнью, пожалуйста. Это четвертый момент. Так вот, когда проявляется один из этих четырех театральных жестов, есть простая формула, когда вы можете сказать, ну, кроме того, что вы можете сказать, мне больно, да, но это для более высокоосознанных, когда сразу понимаешь боль. Когда вы уже наловчились распознавать эти механизмы, и уже сразу вух, вух, вух. Но самый простой момент, это когда, например, я чувствую возмущение. Как такое может происходить? Что это такое, да? Ну, я могу, и это у меня во взаимоотношениях с партнером. Я возмущаюсь. Да как ты вообще так со мной можешь обращаться, да? Я могу сказать, я боюсь, что когда ты так со мной обращаешься, да? неправильно аналогию привела. Ну, это да, но тут момент в страхе, сейчас, мне нужно какое-либо просто возмущение. Как это звучит, твое возмущение? Мне говорят, я бы тебя не пустила. Как так? Какое право ты имеешь? Вот. Вот ты вообще, с чего это ты решил, что ты можешь на кого-нибудь? Вот, да. И вот здесь вот, я боюсь, что если ты меня не пустишь, я почувствую, какое-то состояние. Какое? Зависимость. Да, я почувствую зависимость. Это... А? Вот. Эта формула начинается на вас и заканчивается на вас. Это невероятно важно. Она не заканчивается на том, что делает кто-то другой. Например, это еще бывает. Я боюсь, что если я скажу то, что я думаю, то ты обидишься, и тогда я почувствую определенное состояние. Или если я скажу правду, то, например, у тебя будет инфаркт, да, и я почувствую определенное состояние. Да, я предполагаю, что будет такая реакция. Здесь очень важный момент. На вас начинается и на вас заканчивается. Всегда заканчивается на том, что вы боитесь почувствовать. Потому что мы либо бегаем за чувствами, либо бегаем от них. И на втором уровне, почему там психоэмоциональная целостность. Потому что мы перестаем бегать за чувствами или от них. Мы начинаем их генерировать у себя изнутри. А там даже генерировать не надо. Когда ты понимаешь себя, эта энергия струится сквозь тебя внутри. Ты становишься источником на уровне чувства и эмоций. И там, да, ты уже можешь, например, излучать нервной системой определенные состояния. Ты можешь генерировать, а можешь, уходя в состояние глубокого генерирования, превращать это в песню, когда клетки начинают звучать. И это уже более глубокий информационный процесс. И вот очень просто с первого уровня перейти на второй и начать собирать ответственность на себя, чтобы уже не отвлекаться на эти моменты, моменты несправедливости, чтобы уже не отвлекаться на это, то можно при всех этих проявлениях четырех жестов сразу хотя бы для себя, если вам еще сложно говорить это искренне другим людям, вашим близким, себя формулировать. Я боюсь, что если я сделаю вот это, то ты сделаешь вот это, и я почувствую вот это. И в этом моменте можно дойти до полного состояния потери смысла жить, и тогда я почувствую, что я хочу умереть, и я боюсь, что я это сделаю. Я боюсь, что я это сделаю, а там уже, типа, если я это сделаю, то ничего не почувствую. Однако есть прикольный момент, он есть в ролике с прошлого семинара. Человек говорит, я боюсь, что если я почувствую полную потерю смысла, я совершу суицид, и тогда мои родственники им придется меня хоронить, и я почувствую... Есть даже такое. Не буду красить. Ну, а чего ж, тонкий план существует. Вот как они будут меня хранить? Вот. Вот инструмент на втором моменте обучения, когда забираете ответственность на себя. То есть вы признаете, я боюсь, что когда-то произойдет, я почувствую вот это. Очень четко. Ответственность на мне. Я боюсь этого, я боюсь, что я что-то почувствую, или что я что-то не почувствую. Но даже если вы говорите, я боюсь, что я не почувствую на моменте радости, необходимо выбирать в ней, формулировать, что же тогда вы почувствуете. Переход со второго на третий уровень происходит тогда, когда вы четко уже понимаете, что вы несете ответственность за свои чувства и эмоции. Вы способны понимать свои чувства и эмоции, вы способны распознавать оттенки своих чувств и эмоций, что это радость такая, это трепет, это нежность, это нежность из зависти, это нежность из жалости, это радость такая, это злорадство, а это здесь оттенок такой, здесь оттенок такой. То есть вы становитесь буквально художником, мастером, который очень чётко отлавливает оттенки и знает, что с ними делать, он понимает, что он хочет с ними делать. И вот здесь наступает психоэмоциональная целостность, и вначале происходит период заполнения. То есть сначала это огромнейшая радость, лёгкость, вы понимаете, то есть вы буквально чувствуете завершённость. Я справился, я справилась, это круто, да! Ведь капитальное чувство завершённости, а потом наступает как бы погашение чувства и эмоций на некоторое время. Пока происходит превосхищение нервной системы, вот это вот состояние цельности. Начинается заполнение умиротворения нервной системы. То есть переход со второго на третий уровень сопровождается состоянием завершённости, лёгкости, радости, вы чётко понимаете, это целостность. Тут это как с влюблённостью, да? Если вы спрашиваете себя, я что, влюблён? Это значит, вы не влюблены. Когда вы влюблены, вопросов не возникает. Здесь так же само. Когда происходит заполнение, когда происходит, вернее, переход со второго на третий, и получается психоэмоциональная цельность, идёт чувство завершённости. Вы чётко понимаете, это цельность этого уровня. Потом идёт затишье. Неделю-две вы ходите просто очень спокойный, очень умиротворённый. И потом, когда вы насыщаетесь, заполняетесь, начинают, как, знаете, музыка громче, 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 в вас начинают бурлеть эмоции. И они уже происходят не из боли, а из умиротворения. То есть их база уже лёгкость и радость. И все желания, которые у вас рождаются, они уже не из психоэмоциональной боли. Потому что на третьем-четвёртом уровне боль психофизическая, то есть клеточная память. И на третьем уровне, когда вы туда переходите, вы наполняетесь, и у вас рождается потребность творить. Вам, вас, вас, внутри вас теперь так много, что необходимо что-то с собой делать. И вы начинаете искать инструменты, как это выразить. Вселенная моментально подгоняет все возможности, все инструменты. Она, пожалуйста, держи, выражай себя. Какой-то период вы себя отлично, великолепно, легко, радостно, свободно выражаете. Потом начинается подниматься психофизическая боль. Но на втором уровне вы уже чётко научились, как с этим работать. У вас уже есть алгоритм осознанности, распознавания, анализа, синтеза, применения. Чему это меня учит? Как это применить в бытовой жизни? Вы уже этому научились. И поэтому, когда начинается психофизическая боль, вы чётко понимаете, что необходимо делать. Здесь нарабатывается уважение к телу, понимание, что вы и тело – это одна энергоструктура. И то, что на данный момент телу может быть больно, или у меня есть некоторые границы, это всего лишь отсутствие цельности, психофизической цельности. И вот здесь на третьем уровне, когда вы начинаете творить, вы не просто выражаете свои чувства и эмоции в творчестве, вы не просто облекаете это в форму. На более глобальном моменте структуры и реальности вы начинаете творить, создавая уже осознанно эти тоннели своей жизни. С чувствами и эмоциями теперь всё хорошо, всё нормально. Вы переходите на уровень ценностей и того, сколько вы готовы отдавать. То есть глубина самоотдачи. У вас чётко рождается желание, цели, мечты. Теперь вы это чувствуете, вы знаете, чего вы хотите. И вот следующее уравнение для работы на третьем уровне. Продолжение следует... И вот здесь вот формула такая. Я чего-то хочу, вот у меня есть цель. У того, чего я хочу, есть настройки. Если я от них отойду хоть на миллиметр, у меня будет зудеть, когда это реализуется. Я буду очень чётко знать, это немножко не то, что я хотела. Есть настройки. Это ценности. То есть чётко при реализации этого желания быть преданным этим настройкам. И первая составляющая – это готовность к самоотдаче. Сколько я готова и чего отдавать? Какие у меня настройки того, чего я хочу? И затем... Я нажимаю кнопку «Пуск», да? Идёт тоннель реальности. Насколько я была осознана, такой тоннель реальности я и создала. Если я с собой не была тотально искренне, да, если я сказала «Я всё себя готова отдать», ну, кроме некоторых чемоданов, то мне это буквально показывается в реальности. Я начинаю отдавать, и вселенная говорит, ты сказала «Всё, готова отдавать, да?» Ну? Чемодан вот тут тоже. Да. И тут начинаются реакции. Нет, 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 нет. И все те же моменты, которые были на втором уровне, теперь они больше не связаны с чувствами и эмоциями, они связаны с клеточной памятью при физическом насилии, когда просто бьют, да, шлёпают, когда дергают за руку и что-то говорят, когда впечатывают состояние отстранённости, давления, запрета, контроля, и при этом касаются физически тела, чётко впечатывая «Не надо, хватит, прекрати». Перестань. Не выражай себя. Не будь. Это даже не жёсткое насилие, а просто касание. Да, это просто касание. Все эти моменты отпечатываются на клеточном уровне. Просто касание. С этим вот посылом «Прекрати быть собой». Даже на миллиметр «Прекрати быть собой». И здесь вы уже знаете, как работать. У вас есть инструменты со второго уровня. Вы уважаете тело, вы разговариваете с телом. «Прекрати быть собой». «Прекрати быть собой». Ты же так сказал. А у меня её говорят «Я хочу быть». Ну вот, уже начинает рычаг работать. И вот здесь на третьем уровне, будучи заполненным, вы начинаете создавать. То есть реально учитесь. Если на первом-втором уровне вы учились нести ответственность за чувства и эмоции, то, что вы творец реальности, то на третьем-четвёртом вы учитесь на практике, как отстраивать свою реальность. То есть вы уже в курсе. Это моя ответственность. Это я не доглядела. Смотрю внутрь себя. Теперь это уже с радостью и энтузиазмом. Теперь это весело. Теперь это уже с коммуникацией со Вселенной. Это уже нет у кого-то, кто сделал мне жопу. Нету несправедливости. Нету обиды, раздражений. Уже становится весело обучаться, как же создавать свою реальность. Как сделать то, что для других невозможно нормальной обыденностью своей жизни. Ну и не ходить понтоваться, а просто как бы говорить, ну это естественно, да. Ну хотите, ну пожалуйста. Тот же самый момент, нервная система открыта. Да пожалуйста, не проблема, да. Все, я прямой. Задело, как тебя глубоко, я смотрю. Реакция. Все, я прямой. Да, да, да. И вот в этом уравнении готовность к самоотдаче, настройки того, чего я хочу, от которых, если я отойду на компромисс, я буду очень жутко неудовлетворена и чувствовать зуд, и потом результат. И здесь все очень просто. Если я не готова к самоотдаче, то есть вообще полностью перекрываю поток самоотдачи, но у меня есть моя мечта и настройки на нее, то это будет примерно так. Я сижу, так как у меня здесь закрыто, я не готова отдавать, то поток не создается. Он создается вихрем, либо через отдачу, либо через ожидание. Вот. Если вы очень много ожидаете, и у вас есть настройки на вашу цель, ну, это буквально сознательное привлечение зеркала прямо в лоб с очень глубинной скоростью силы ожидания. Очень сильное ожидание. Буф. И сразу понимаете, что-то не то. Либо готовность к самоотдаче. Если она очень сильная, очень четкая, концентрированная, это значит, что поток реальности будет стабильный. Если самоотдача маленькая, поток реальности будет хрупкий и неустойчивый. Он будет крошиться при любом вашем взаимодействии с тем, что вы хотите. Только подходите, начинайте взаимодействовать, бац, все рассыпалось. А когда вы перекрываете это, говорите, я ничего не хочу отдавать, я просто хочу тупо получить, вот мне нужна. Даже там ожидания нету, вот просто эти люди мне должны, или вселенная мне должна. И это уже исходит из психофизического уровня. Это намного интереснее в глубине это все распознавать и искать, и исследовать. И тогда ваша цель, она знаете, проходит мимо все время. С теми настройками, которые вам нужны. четко, без компромисса. А они проходят мимо, 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 мимо вас. И рождается зависть. А почему у всех есть, а у меня нету? Будет давать не хочешь. Четко уверен, что... Вот. А когда огромнейшая сила самоотдачи, я готова и нежность, и радость, и понимание отдавать, но настройки моей цели у меня не очень прописаны, да, и они такие, как туман. Ну, может, есть одна четкая, да, но даже и на нее я готова пойти на компромисс. Сила самоотдачи рождает тягу. Это очень сильно выражается в личных взаимоотношениях, когда хочешь замуж выйти, создать семью. Есть цель, хочу выйти замуж. Качество партнерских отношений даже не прописывается. Там просто главное, чтобы был мужик, да, чтобы был там стабильный, достойный, нормальный, вменяемый, да, и зарабатывал бабло, ну, например. Качество отношений не прописано. И тогда создается тоннель реальности. Появляется мужчина. Так как я готова очень много отдавать, у меня такая тяга рождается к этому мужчине. Я просто буквально до этого, если у меня куча ожиданий, я зеркало притягиваю к себе, да, и бьюсь об него. А здесь я с огромнейшей силой притягиваю к себе мужика. И уже не отлипаю от него, потому что я столько всего хочу ему отдать. Но он совсем не подходит под то, что как раз у меня и не прописано. А если у меня как раз прописано, но есть такой момент, как бы и вот это, и качество партнерских отношений, и вот это, и вот это, и вот это, и вот это, я много готова отдать, но если этого и этого не будет, ну, ничего страшного. Так вот этого и этого не будет. Но не будет ничего страшного, потому что будет зуд, и вы будете прекрасно понимать, этого не хватает, как творец реальности, который уже на втором уровне четко понял, я это создаю. Что-то не то. Я люблю, тяга большая, много готова отдавать, но что-то не то. И потом очень сложно выйти из таких отношений, да, потому что сила сама дачи такая большая, что вы любите что-то не то, но вы любите. И тут идет очень сильный компромисс с собой. Вы любите, но получается не уважаете ни себя, ни того человека, с которым это строите. Потому что вы четко чувствуете зуд, вы продолжаете с ним это строить, семью, детей, отношения, брак. В три часа даже продолжаете, чувствуя, что что-то не так, где-то не так, зудит, зудит. Я не могу, просыпаюсь утром и понимаю, что-то не то. И вот здесь вот вы дальше идете, углубляетесь в эти состояния, уже по наработанной схеме, и вы находите моменты, где даже элементарные, такие моменты в детстве, когда вы рождаетесь и вас пеленают. Это телесная, психофизическая штука. Это зажим психофизический. Я хочу выразить свободу, а я не могу. Я хочу выразить себя, а не могу. Я пытаюсь, я не могу. И потом, когда я наконец-то, в детстве развязываю, ты ручки так. Так и детство. Ура! Свобода! И этот алгоритм тянет нас на третьем уровне практически везде. Свобода! Я хочу выражать себя, и поэтому я начинаю разрушать вокруг себя все взаимоотношения, все, что мне мешает выражать себя, с той же самой яростью, с которой, когда меня пеленали, я пыталась это сорвать и выразить себя. Да? Да, у них происходит, что я разрушаю все отношения со всеми, и я понимаю, что я творюсь. То есть от меня люди отказывают, от меня люди отворачиваются. Я знаю, что это, я сама так выразила, я не хочу никого видеть. Да, вот такое. И у меня вот такое вот, хотя бы к образу одиночества, что человек идет спокойно, один, но он сподозрит. Вот, да, спокойно, один, никто не пеленает, блин. Добро пожаловать в наш пелен. Причем, я так понимаю, всех, с детства у всех эта штука есть. И это еще такое ожидание. Ну, когда же уже, я смогу себя выражать, когда же уже будет свобода? Причем, этот момент я нашел только недавно, и то не я его нашла, а женщина, которая ко мне подошла и поделилась. Она говорит, я вот недавно вот это нашла, я сижу, думаю, о, это мое. То есть здесь эти штуки, они очень такие тонкие и при этом очень глобальные. И когда вы их осознаете, и если у вас есть дети, то когда вы на третьем уровне, вы очень четко понимаете, ваш посыл психоэмоциональный, ваши прикосновения, ваши мысли, ваши действия влияют на пространство. Вы создаете тонны реальности вместе со всеми, вместе со всеми нами. Мы, создавая, каждый из нас, создавая свой тонны реальности, поддерживают общий. И тогда вы начинаете понимать, насколько все очень тонко, хрупко, при этом глубинно мощно и, не знаю, велико. И тут рождается очень большое уважение, уважение к свободе другого существа. На третьем уровне телесно рождается уважение к выражению свободы другого существа, к его праву иметь свой собственный опыт, иметь совсем другие мысли, совсем другие чувства, идти совсем другим путем. Потому что в этом моменте, на третьем уровне, вы прорабатываете именно момент собственной свободы выражать себя телесно. И потом, когда вот эта вот штука проработана, и здесь происходит целостность, когда в виде любого другого человека вас не возмущает, почему он не понимает вас, почему он не хочет идти вместе с вами рядом, почему у него немного другое мышление, хотя в общем-то мы похожи. Когда вы реально, у вас в нервной системе выражается, источается и нежность, и благодарность, и радость. Во-первых, нежность к этому существу, потому что оно есть, оно часть тебя, часть огромнейшего мироздания, которым ты являешься. Во-вторых, благодарность, огромнейшая благодарность, что это существо идет своим индивидуальным путем, привнося уникальный узор. Когда мы начинаем ценить собственный опыт, мы свободно ценим опыт другого существа, потому что у каждого из нас уникальный узор силы, уникальный узор самовыражения, и это невероятно, когда видишь это изнутри наружу. И потом радость, радость от того, что мы все одно целое, и вот мы идем в этом огромнейшем потоке, и каждый создает свой узор, и мы взаимодействуем, и тут рождается торжество, невероятная глобальность, осознавание того, насколько это ценно все. И потом перескакивайте на четвертый уровень. Дальше мне рассказывать нечего, бы я только в начале пути. Вот, но на четвертом уровне, то, что я могу пока сказать, это творчество теряет смысл, остается только один дух, остается служение на благо всех существ. Но это не смысл того, что я могу для вас сделать, пожалуйста, используйте меня. Нет, это такой высочайший уровень ответственности и осознанности за свой выбор, за то, как отстраивать реальность, потому что в моменте служения я сейчас начинаю четко понимать, что если я всем уровнем буду преданна этому столбу духа, то я буду так мощно звучать и буду просто делать свою работу, поддерживать этот общий поток датанной реальности, просто потому что я очень четко, тотально преданно себе. Это пока то, к чему я прихожу, да, вот сейчас, и каждый день я прорабатываю компромиссы, и все это на момент преданности только одной вещи, быть вечным существом, проявлять это, быть тем, кто я есть, вне границ времени и пространства, но находясь во временных и пространственных обусловленностях. Вот, поэтому сейчас уже полодиннадцатого. Да, мне всем утро на самолет завтра, ничего страшного, да, для вас дать, полчетвертого у них, чего, в Хабаровске, класс. Я вас тоже очень люблю, как мой папа говорит, я тебя люблю, я говорю, а можно без угрозы в голосе, или типа, папочка, я тебя тоже очень люблю, ага. Главное не говорить, залюблю. Нет, пап не говорит, залюблю. Просто залюблю. А точно. Мы просто дружили с одной человеком, и там девочка маленькая, она к нам прилип. Ей не хватает, понимаете, с ней, а мы к ней хорошо очень, и у меня сестра же. Она вас так залюбила, я так прикинул, слава богу, не на сестер. Вот, и еще один важный момент, это взаимоотношения с родителями, с семьей, это проверочный момент перехода со второго на третий уровень, потому что, если вы работаете с собой, чувствуете завершенность, но при взаимоотношении с папой и с мамой у вас идут капитальные траблы, проблемы, да, и вы не находите общий язык, то есть нет уважения к нему выбору, то где-то вы себя сама обманываете, капитально, что у вас уже психоэмоциональная ценность. Общение с семьей это проверочный пункт со второго на третий уровень. Вот. Вот теперь вроде как все. Спасибо, Батхо. А что у тебя есть с собой? Для кого? Для меня? Нет, для меня теперь не держится. Оооо, мы сейчас тебе поможем. на спиртклей. Досказ гвоздями шлисть. О, точно! Да, и будет держаться. Вот, поэтому всем огромнейшее спасибо за то, что вы пришли и дали мне возможность поделиться, выразить это. Потому что это обалденно чувствовать каждого из вас, соприкасаться с этим. Это же тренажер. Тренажер? Это что значит? Как шаблон. Намасте!